здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу анонсировать новое упражнение но она не новая конечно я его все время использую с новыми учениками часто этому упражнению меня научил еще мой первый педагог ну вернее не прямо такому но он все время использовал мой первый педагог александр петрович петров он использовал такую фразу позови вот когда он открывал только вот совсем начинающим голосом часто просил позвать это очень важно и часто бывает что приходят на ученики они но не могут они спеть вот пока точную не разговорную не вокальную тем более они отличаются они отличаются подробнее я сегодня на спонсоре вот это упражнение там для своих подписчиков выложил там подробно 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 я все объясняю и при подробно пою его формате вот это упражнение формате и потом успел потом сыграл то есть человек может послушал спел послушал послушал спел и как будто на уроке то есть подписывайтесь на мой спонсор там много упражнений на раз на разные гласные на разные виды техники каждый может найти для себя пользу я думаю они все вот формате подробно что подробнейшего изложения и формате того чтобы можно вот как на уроке со мной петь ссылка на спонсор в описании что хочу сказать продолжить то есть александр петрович просил позвать и мне тоже часто приходится новых учеников которые или он начинающий совсем у него голос не развит бывает что вроде голос есть но он это глубоко спрятан или профессионал приходит а у него сильно сидит на жесткости у него ну закрыта глотка грудь не подключается и поэтому нет настоящего резонанса он не чувствует настоящий резонанс и так сказать и и у тоже не может у гудящую у спеть не может и когда вот не может человек ну не не упарываемся как говорится на этом пытаемся на других гласных начать часто я начинаю с учениками на и но часто вот приходится вот просто просить позвать 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 когда мы в лесу зовем мы не думаем о вокале мы думаем о том чтоб нас услышали а в опере на концертной большой сцене без микрофонный да что главное чтобы нас услышали для чего мы этой всей техникой всю жизнь занимаемся чтобы звучать чтобы смысл содержание чтобы наше нутро наше богатство нашей души которое мы вкладываем слова произведение в содержание произведение чтобы это богатство долетела никому оно не нужно если его не слышно и а как слышно резонанс должен быть резонанс то есть вот он в голове вот этот результат максимально гудеть дал 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 должен наш мозг без груди он гудеть не будет грудь не подключишь а как подключить глотка должна быть открыта часто мы интуитивно открываем когда потерялись и тут не слышно но начинает вот довольно глухая эта комната звенеть батареи все это я сейчас ну почти со всей силы но петь не надо со всей силы резонанс можно почувствовать на мальца в очи и лучше всего почувствовать на мальца в очи лучше представляйся что ты зовешь но рассказываешь сказку ребенку о том как кто-то звал и вот такое упражнение сначала я прошу обычно ученика о его мы не просставим вот они поехалиそして услышали а расслабляется гладко эй эй И мы как будто бы грудью Представляем, что рот у нас Что рот у нас в груди И там в легких говорим И вот такое упражнение Реально лесной звук Никакого вокала Ну, в плохом смысле Реально назвать просто на ноте И не стесняться этого звука И внимательно слушать великих певцов Хоть русских, хоть итальянских, хоть немецких В основе их Выдающегося звучания лежит вот этот вот лесной Э-э-э-э-э, зовущий звук Чуть-чуть мы его обрабатываем Чтоб он не звучал совсем палочно Но лучше пусть звучит палочно Возвращающийся Понимаете? И резонирующий Резонанс Главное Главное Ищем Резонанс А мои ученики ищут микрофон Или на жесткости На жесткости ты Или не на жесткости Слышно? Вот пробуйте это упражнение А кто хочет серьезно Освоить Ну, попробуйте свой Подписывайтесь На мой Спонсор Точка ру Всего вам доброго Спасибо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok